В Тверской городской думе прошла встреча старшеклассников и народных избранников в формате без галстуков. Юным гостям провели экскурсию по старинному зданию городского парламента, рассказали об истории этого органа власти, о работе в разные времена, его функциях и председателях. А также у представителей подрастающего поколения была возможность задать напрямую, в неформальной обстановке, самые острые вопросы депутату Тверской городской думы. На вопрос экскурсовода, знают ли они, что такое городская дума, десятиклассники смело отвечают «да». С ее работы их знакомили на школьных занятиях. Но лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, гласит поговорка. Так молодые гости прошлись по думским коридорам, где им рассказали об истории и работе думы в наши дни. А затем молодые люди проследовали в приемную председателя, где состоялась неформальная беседа. Гостям показали необычные часы, подаренные мэром французского города Побратима, подарки именитых гостей Верхнего Лужья, а также золотую книгу Твери. Книжку мы завели в 2011 году. Завели по аналогии с золотой книгой Санкт-Петербурга. В нее внесены имена жителей Твери, которые оставили свой след в истории города. Кстати, чья фамилия будет вписана следующей, решают тоже народные избранники. Председатель думы Евгений Печоев считает, что встречи с молодежью в таком формате и полезны, и интересны. Такие мероприятия у нас уже стали традиционными, и они проходят ежегодно. Это не только учащиеся наших школ, это и студенты наших вузов. Студенты знакомятся и учащиеся знакомятся с работой думы, с историей думы. Это очень важно. Они живут в городе Тверяне, должны знать свои истории. Еще одним запоминающимся моментом стал разговор с членами молодежной палаты при Тверской городской думе и настоящим депутатом. Пообщался с молодежью Дмитрий Нечаев. Диалог с властью уверен он, пора учиться выстраивать ее еще со школьной скамьи. Культура взаимодействия с органами власти, она должна закладываться вот уже в таком возрасте. Им по 16-17 лет, этим ребятам, в этом возрасте они уже должны хорошо себе представлять, какова система власти, что такое представительная власть, что такое исполнительная власть, каковы их полномочия, возможности, ресурсы. Школьники могли задать народному избраннику абсолютно любой вопрос. Больше часа Дмитрий Нечаев рассказывал, как реализуются проекты, принимаются решения и проходят выборы. Гости не скупились на вопросы. Интересно в первую очередь это то, как в целом функционирует городская дума. Также нам было продемонстрировано видеоролик с историей, работы с историей образования городской думы. Депутат, который с нами общался, он немного разрушил стереотипы о том, какой должен быть депутат на самом деле. По стилю общения он оказался очень простым. Возможно, что фамилии кого-то из сегодняшних гостей попадут в предвыборные списки кандидатов в следующих избирательных кампаниях. Ведь интерес молодых тверичан к политике есть. Это доказывает и количество молодых кандидатов, принявших участие в праймерис, в том числе и студентов.